приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно youtube тоже трансляция идет меня зовут суходаев алексей и сегодня традиционно я проведу вебинар который провожу раз две недели я являюсь членом общего управления sky world community и также являюсь руководителем отделения распространения в орг структуре с wc начать я хотел с статьи которая вышла на ресурсе унис sky stream technologies incorporated и я редко начинаю именно с сми повестки но я считаю что эта статья достаточно мощная и каждому следует оперировать этой статьей для того чтобы рассказывать о направлении которые мы развиваем и вообще само по себе заявление что в юнис sky stream technologies incorporated сделали то чего не смогли сделать virgin hyperloop конечно же оно такое достаточно серьезное и естественно его можно использовать при всей достоверности фактов и при стопроцентной доказуемости того что написано в этой статье потому что статья вышла не просто где-то на русскоговорящих ресурсов есть у давние партнеры сейчас зао струнные технологии унис sky stream technologies incorporated но это несколько другого рода уже и проработка и активная пиар стратегия маркетинговая стратегия международном формате world construction today это отраслевой сми и электронный дайджест журнал для как раз таки топов руководителей в строительство в инфраструктуре в инженерии и давайте немножко пробежимся по этой статье я хотел бы тоже сказать несколько свое видение во первых то что virgin hyperloop ориентировались ранее на перевозку как грузов так и пассажиров но ввиду того что в начале в самом есть вспомнить историю илон маск отказался от этой идеи передал ее так скажем уже в виде такого ну типа как соревновательного эффекта можно сказать но дистанцировавшись и наверняка ему кто-то это посоветовал сделать кто разбирается в том как дела могли развиваться и история показала как они на самом деле на развивались потому что решение естественно но достаточно непростое и если говорить про пассажирское направление то здесь в первую очередь играет роль тот факт что безопасность для пассажиров оставилась под сомнение из-за риска разгерметизации капсула hyperloop и если капсула находится в движении например ее потеряет она герметичность то естественно все пассажиры мгновенно погибнут то есть несмотря на то что транспортное средство данное для пассажиров позиционировалась как максимально безопасная и как конкуренция среднемагистральной дальней авиации то этот факт заставлял задуматься ну что уж говорить о стоимости то есть реализация вызывала сомнения и многие говорили научные умы экономистов что потребуется миллиард долларов и не каждая вообще страна готова себе выделить такие госбюджеты ну и что говорить об инвесторах и вообще как бы сфера сверхскоростных перевозок как пассажиров так и грузов на земле она требует сертификации требует регуляции мы не раз говорили с вами о том что и я приводил аргументацию что лично анатолий эдуардович юницкий и вся команда юницкая среди может абсолютно никогда не смущала сертификация потому что все требования закладываются с большим запасом для того чтобы технологию в итоге сертифицировать на любое применение какое необходимо будет закладывать для адресных проектов также я хотел сказать то что виржен хайпер луп говорила не раз то в 2020 году запустится коммерческие линии потом перенесли на 21 год далее вообще как я сказал в начале отказались от пассажирских перевозок и переместились на грузовые и внимание было сокращено фактически половина сотрудников то есть что касается зао струнной технологии то здесь была произведена во время пандемии причем первых таких волн пандемии оптимизация и лишний балласт люди те которые получали просто так зарплату и ситуация показала что можно с оптимизировать процессы но все равно больше шести сотен людей осталось и хайпер луп виржен хайпер луп это все объясняла проблемами возникшими из-за пандемии и так далее и тому подобное несмотря ни на что и униска стран технологии не сменили свой вектор развития свою дорожную карту то что куда мы все с вами инвестировали в принципе вот эти направления и развивается плюс еще некоторые направления как контейнерные перевозки на сегодняшний день инвесторы получают бонусом потому что эти направления не были заложены в бизнес-плане ранее ну и бизнес-план естественно не предполагал никаких не пандемии не тех кризисных явлений которые происходят во многих странах вообще финансовой политической нестабильности в общем зачете я могу сказать что в принципе сейчас не исключаю что подхватят другие сми подобное заявление и не факт что сейчас появятся какие-то дополнительные новости но после испытания контейнерных перевозок я думаю что будет со стороны еще какие-то заявления которые смогут проследить и опубликовать независимые журналисты и вы видите абсолютно западная подача материала то есть тот кто разбирается она отличается от подачи на русскоговорящие источники то есть это говорит о том что технология позиционируется и транслируется на весь мир ну и соответственно лидеры отраслевых направлений транспорта инфраструктуры логистики ознакомились прочитали конечно же подобные статьи они являются такими серьезными моментами кликбейта то есть когда заголовок кричащий и все начинают погружаться далее потому что все конечно же в курсе о по hyperlook если кто-то не был в курсе об и униска стерен технологии то с помощью этой маркетинговой небольшой стратегии все быстро узнают и смогут обратиться уже по контрактам которыми по которым можно уже обсуждать потенциальные коммерческие проекты по коммерческим проектам тоже кстати компания как я и говорил ранее озвучила что подписано было четыре как минимум проекта и в ближайшее время на планируется уже расширение до 10 коммерческих проектов в ближайшие годы пассажирские перевозки широкий спектр здесь абсолютно под каждое применение предусмотрено зависимости даже от сценария который будет развиваться в мире потому что не исключено что такие вот именно пассажирские перевозки с большим количеством людей будут сокращены мы видим сейчас ну я не знаю по другим аэропортам например но в русских аэропортах московских в особенности идет очень серьезное сокращение как штата такая и парка самолетов и здесь поэтому пассажирском ряду модели представлены совершенно разные модели в тех которых могут могут перемещаться один-два человека в тех которых может перемещаться человек лежа либо уже там более 50 людей и будет уже альтернатива современным даже серьезным крупным аэропортом то есть более 50 тысяч пассажиров час теоретически возможно и все это испытывается все это показывается все это демонстрируется виде реальных рабочих прототипов они тележек которые разгоняются еще не до заявленных скоростей как это было хотя вот разгон этих тележек пиарили дай бог в сми и казалось бы какая альтернатива давайте здесь подумаем я очень интересно решил построить сегодня вебинар и и охватить то что происходит с электротранспортом и охватить то что происходит в мире потому что естественно это нужно накладывать и нужно задумываться вообще а является ли решением электромобили ранее неоднократно было сказано что производство шин для электромобилей по сравнению с перемещением по стали стального стального колеса по стальному рельсу стального колеса что случае со струнным транспортом например имеет место быть покрышки же они стираются их нужно как-то перерабатывать они выделяют вредные соединения при трении об асфальт тому же асфальт асфальт плавится то есть проблема современных автомобилей несмотря на то что или это электромобиль они не сократились и сейчас связи со многими событиями в мире цена углеводороды естественно на топливо для автомобилей она значительно возросла виден здесь график специально чтобы наглядно было понятно казалось бы опять же да это как будто будет переход на электромобили но давайте подумаем вообще электричество то откуда берется то есть элементарно хорошо электромобиль но решает ли электромобиль все проблемы и я пока что даже не буду переходить к фактам то есть вот для тех кто не в курсе кто более с гуманитарным складом ума я хотел бы озвучить что электричество но не берется нет из ниоткуда то есть чтобы появилась вообще электричество обычно нужен источник то есть тепловая энергия которую получает при нагревании воды для нагревания воды уже используют как угольные теплоэлектростанции нефть естественно используется природный газ и также ядерное топливо также альтернативные источники энергии они используются как гидроэнергия так и солнечная ветровая энергия но все же должны приводиться в действие огромной лопасти турбины которые в свою очередь запускает генератор так генерируется электричество дальше погружаться не буду там еще есть ряд технических особенностей трансформаторы там и так далее и электричество она является прямым фактором который зависит вообще от стоимости как на углеводороды так и вообще на потребление электричества в целом давайте посмотрим вообще вот что говорят разные страны свете мировой ситуации текущей что власти рекомендуют реально своим жителям чтобы экономить на энергоносителя я отбросил многие факты которые не связаны с транспортом с инфраструктурой инфраструктуру мы берем также домохозяйства и например герс граждан призвали отключать отопление пересесть на велосипед или уменьшать скорость автомобиля франция призвали экономить на кондиционерах и освещение италия вводит ограничения на температуру зимой причем нарушители ожидают штрафы голландия призывает жителей страны начать экономить энергию частности уменьшить мощностью работы систем отопления в домах ирландия людям предложили пересесть опять же на велосипед или ходить пешком вместо использования автомобиля а в случае если поездка на автомобиле неизбежно реже тормозить ради экономии бензина а также не возить тяжести не включать кондиционер в латвии повышается цена за отопление например вот как вам как факт за 1 мегаватт в час 42 евро до 198 евро и в испании в стране очень дорогое электричество стало люди даже стали скачивать специальные приложения которые подсказывают когда лучше использовать электричество есть когда готовить и это также будет касаться и зарядки электромобилей то есть электричество повторюсь она не берется из ниоткуда электричество генерируется и генерируется она тоже не из нет ниоткуда соответственно если растет цена на сырье которое будет сжигаться для обеспечения энергии движения лопастей и так далее то стоимость будет расти и электромобилей и стоимости зарядки и давайте вообще вот рассмотрим ирландию например то есть целая статья я нашел целую статью как улучшить эффективность и в ирландии например говорят что без тормозов и кондиционера так учат водителя экономить на бензине я думаю что дойдет вплоть до того что в автошколах этому начнут учить и местные сми начали давать советы по снижению расхода топлива и уменьшение нагрузки на кошелек авторы статьи рекомендуют продумать маршрут наперед чтобы минимизировать веские торможения на подъезде перекрестку отказываться от торможения вовсе есть двигатели различных марок автомобиля которые используют рекуперацию но все же это не спасает абсолютно от подобной ситуации и здесь я хотел бы привести пример что еще задолго до этих всех событий генеральный конструктор предусмотрел решение чтобы минимально потреблять потреблять электричество при разгоне и при торможении то есть это гравитационный двигатель я хотел бы напомнить вам об этом представьте это было спроектировано еще задолго 7 лет назад на голове я думаю это еще раньше то есть это использование закон о сохранении энергии в инновационном транспорте униска стри технологии и по сути на участке подъема юнимобиль не использует тормоза в качестве тормозного фактора выступает гравитация гравитационный тормоз а рекуперация энергии по схеме потенциальной энергии на станции кинетическая энергия движения на пролете потенциальная энергия на следующей станции происходит без использования рекуператора согласно законам физики то есть кпд рекуперация она революционная на самом деле и очень актуальна современных мировых реалиях кпд такой рукой рекуперации равен сотне процентов и давайте посмотрим новости по разработкам тоже нестандартно двигаюсь по вебинару но чтобы вы уловили связь в их итоговый замедлите несмотря на то что есть уже технология рекуперации с стопроцентным кпд также предусматривалась определенная задача создать замедлитель который не будет заменой тормозов а дополнением к тормозной системе и зачем это делается естественно это также закладывает определенные запас при соблюдении требований по сертификации соответствия качества и требования любых транспортных средств юниска стрим технологии и было создано достаточно серьезное технологическое изобретение это вихретоковый замедлитель и вихретоковый замедлитель и по сути он лучше всех аналогов поэтому он и был создан потому что лучше внутри сделать не покупать в текущей логистической мировой ситуации с задержками поставок там и так далее и по сути если потребуется это и отдельное коммерческое направление но естественно юниска стрим технологии не сосредоточено на данный момент в развитии стратегии каких-то отдельных продуктов сосредоточено и полностью сфокусирован назад на запуске на коммерческий рынок именно технологии транспортно-инфраструктурных комплексов юниска стрим технологии и вихретоковый замедлитель замедляет транспорт благодаря специальной магнитной системе который не создает ни шума и более того не имеет никаких продуктов износа то есть он еще более того долговечен примерно от 25 лет он будет служить из-за отсутствия всяких трущихся поверхностей то есть по сути там магниты и нет несмотря на это никаких вредных электромагнитных излучений которые опасны для человека либо техники и более того также это закладывается я думаю для будущей сертификации в арктических условиях суровых зимних условиях например европе например в россии это то что тормозящий эффект не влияет никак состояния рельса то есть даже зимой в их ритоковый замедлитель будет с достоинством выполнять свою функцию и были проведены испытания на сайте юниска стрим технологии вы можете увидеть подробное видео и все прошло как и закладывалось при инженерных расчетах потому что технология вообще создание изобретений либо макроизобретений как подвижные составы целые транспортные инфраструктурные комплексы либо микроизобретения но все равно они достаточно важны и повторюсь могут сформировать отдельный рынок при желании в их ритоковый замедлитель показал себя также на испытаниях как и в расчетах то есть вот это махина с серьезным весом не ударила силой в пол и нанесла повреждения поверхности пола но замедлилась и также это будет использоваться при нештатных ситуациях если вдруг откажут какие-то системы и не дай бог на скорости юнимобиль либо грузовой транспорт будет влетать в станцию либо погрузочно-разгрузочный модуль эта ситуация сейчас максимально исключена потому что произойдет плавное торможение до безопасных скоростей опять же я предполагаю что это не просто так захотелось сделать изобретение это потребовали именно соответствия будущей сертификации которая будет обязательно проводиться поэтому я могу сказать что в текущей ситуации вообще вот решение во первых перемещение кстати вот тоже гидротоплива на водороде потенциально может использоваться и с водородным топливом немножко другая история может быть здесь преимущество в том что в принципе транспортные инфраструктурные комплексы компании юниска и string technologies они абсолютно адаптивны к любым условиям то есть потребуется использовать в качестве топлива углеводороды пожалуйста будут использоваться потребуется использовать электроэнергию будет использоваться электроэнергия потребуется использовать водород либо что-то иное будет использоваться в качестве именно питания для двигателя, подобное решение. И вообще я могу сказать, что здесь, если говорить про логистику, я к ней чуть-чуть попозже вернусь, то в свете текущих мировых событий лучше формировать внутреннюю логистику на комплектующие части, чтобы не собирать их по миру, а все-таки на производственных мощностях, площадках, не только на Марьиной Горке, ну и в будущем в таких потенциальных странах, как Киргизия, Узбекистан, какие-то регионы в Африке, какие-то регионы в Латинской Америке, какие-то регионы в Индии, но не зависит от современной логистики. А когда струны будут протягиваться все больше и больше, зависимость будет максимально снижаться. Как вам такая аргументация? И есть ли у вас сейчас понимание, что электроэнергия растет в цене, и на индустрии электромобилей это также отразится? Выживут те электромобили, а это, скорее всего, электромобили транспорта над землей, перемещающийся стальным колесом по стальному рельсу с минимальным коэффициентом воздействия на поверхность, с минимальным коэффициентом трения качения и так далее. И самое главное, минимальным потреблением энергии и топлива. Тот, кто минимально сейчас потребляет, если раньше это было менее важно, сейчас это максимально важно. И конкурентную гонку будет выигрывать именно такое решение. А минимальное потребление Анатолия Эдуардовича, энергоносителей, было заложено еще ранее. Сейчас тоже я продолжу по нестандартному сценарию вебинара сегодняшнего. И я хотел бы вам показать, ну вот, кстати, тоже, например, электробус, у которого взорвался аккумулятор. То есть это реальная ситуация, как вы думаете, если бы в этом электробусе, не дай бог, были пассажиры, то, что произошло бы и насколько вообще у этого электробуса соответствие требованиям безопасности, насколько требования безопасности заложены с большим запасом на текущий момент в электробусах, например. И давайте перейдем к такой серьезной достаточно теме. Я среди бесед, когда меня спрашивают мое мнение, то, что происходит в мире, потому что многие инвестиционные тренды, когда я тоже анализировал IPO, мне удавалось угадывать и криптотренды тоже. Но на самом деле гадать на кофейной гуще очень сложно, нужно анализировать. И если Кристаллина Георгиевна, это главный исполнительный директор Всемирного банка, говорит 21 апреля 2022 года такие фразы, цитаты, причем, ну, можете тоже вот по источнику скриншота прочитать довольно большой конспект ее выступления. Там много было сказано про всемирный долг растущий, про печатанных денег, про кризисы, которые происходят во многих странах сейчас. И тоже вот особенно русскоговорящие сейчас думают, да нет никакого кризиса. То есть, скорее всего, кризис наибольший тут, здесь, поблизости. На самом деле это глубокое заблуждение, сегодня я вам это докажу. Так вот, Кристаллина Георгиевна сказала, что мы не подумали о том, к чему может привести массовое печатанное денег. Например, к нестерпимому разрыву в благосостоянии инфляции. От себя я добавлю, что этот разрыв ляжет на плечи будущих поколений. Вот у нас миссия нашего сообщества является сохранение планеты для будущих поколений. А я бы тут всегда добавлял сохранение экономики, здоровой экономики для будущих поколений. Для того, чтобы не печатались аномально деньги на те индустрии, которые можно заменить, которые использовались во временах холодной войны и так далее. Но сейчас в современном мире нелогично их использовать. И также Кристаллина Георгиевна сказала, что напечатали слишком много денег, не подумали о непредвиденных последствиях. Мы ведем себя, как дети, играющие в футбол, гоняясь за мячом. То есть представьте, главный исполнительный директор Всемирного банка говорит такие слова в прямом эфире. Почему? Потому что нужно что-то говорить. И нужно как-то выстраивать информационную повестку дня. Но Алан Гриспин, 13-й председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США, говорил ранее, что Соединенные Штаты могут выполнить любой долг, потому что всегда могут напечатать сколько угодно денег. И к чему это сейчас приводит. Но это, так скажем, выступление на телевидении. Давайте посмотрим, к чему это приводит. Действительно, в мировых реалиях я сделал вам небольшую подборку. К примеру, слева ситуация в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Я думаю, что вы поймете, почему бразильские делегации приезжают в центр ЮСТ, и что их заинтересовывает, в чем они видят реальную основу для будущей экономики их страны. Вот, например, картинка. Ну, лучше, конечно, смотреть видео. Здесь на Мирополисе у нас гифки не отражаются. Использую чисто картинки. Ну, и видео тоже будет долго запускать. Здесь представлен массовый случай погромов, мародерств, продуктовых супермаркетов. То есть это жест отчаяния населения, которое живет в условиях катастрофической нищеты и голодает. Хорошо, Латинская Америка. Казалось бы, ну, Латинская Америка, многие подумают, что в Латинской Америке там что-то не так. Шри-Ланка. Тысячи демонстрантов разбивает лагерь перед офисом президента, требуя его отставки. То есть это мировые реалии. Нехватка топлива, медикаментов, электричества, продовольствия вызывает опасения риска, голода для населения, если ситуация в стране не изменится. И даже армия страны не справляется с таким наплывом демонстрантов. Справа видна толпа, вот как будто сверху огромное количество людей. Видно, можно сравнить даже как будто это, ну, не знаю, какой-то организованный отряд, прямо подготовленный. И все это происходит, потому что страна переживает худший экономический кризис с 1948 года. Азию рассмотрели. Европа, Италия, вся страна восстает. Протесты в Перу, опять Латинская Америка, против резкого роста цен на бензин и предметы первой необходимости приобрели поистине всенародный размах. В стране самая высокая инфляция за последние 24 года, введена армия и комендантский час. Далее, также продолжаем. Берут, например, совершенно другая часть мира. Нехватка топлива привела к выходу из строя транспортных средств, длительным отключением электроэнергии по всей стране и неспособности правительства платить работникам промышленности, в результате чего мусор накапливается на улицах столицы. Пакистан. Опять же, огромное количество людей на не просто митингах, а выступлениях с требованием. Естественно, основное требование – это отставка правительства. То есть это стандартное требование у всех народов, всех стран. Но проблема-то кроется несколько более глубже, потому что экономика сейчас старается спасать себя другими действиями, не поддерживая основные, от которых очень серьезно падает качество жизни населения каждого живущего на планете Земля. Вы помните, что, в принципе, миссией Unisky Stream Technologies является как раз-таки максимальное повышение качества жизни каждого жителя планеты Земля. И вот, пожалуйста, Греция тоже, казалось бы, несколько лет назад, то есть 8 или 7 лет назад, уже я не помню, кризис в Греции, он касался только Греции. Сейчас это прокатывается по всему миру. В Греции, например, коммунальные услуги, морской, железнодорожный и городской транспорт в стране парализованы. Инфляция в Греции достигла 7,2%, что является рекордным уровнем за 25 лет. Испания тоже митинги, Великобритания даже. То есть, казалось бы, Великобритания, Джонсон и так далее требуют отставки Джонсона. Опять же, почему? Потому что максимально ухудшается качество жизни. Опять же, почему? Потому что транспортная сфера, она неэффективна. От транспортной сферы очень много зависит. Вы видите, как даже завал мусором в Беруте произошел. И коммунальные услуги, морской, железнодорожный, городской транспорт в Греции были парализованы. То есть, очень многое зависит от транспортно-инфраструктурных направлений. Они сейчас, так скажем, прошлого века абсолютно. И такой резкой смены, даже если заменить на электромобили, не произойдет ситуация. То есть, должна быть кардинальная помененная ситуация в виде внедрения нового вида транспорта. И потенциально, теоретически, я предполагаю, что этим транспортом может быть как раз-таки продукция Unisky Stream Technologies. Давайте посмотрим еще на Китай. А Китай – это мировая логистика. И посмотрите, сколько морских суден остановлены просто из-за локдауна в стране. И все они ожидают входа в порт Шанхая. Это только локдаун в Китае. Сейчас уже начинает говорить о вспышках новых заболеваний. Где-то гепатита, где-то птичьего гриппа. Не дай бог, конечно, повторение ситуации. Но может развиться любой сценарий. То есть, улучшений никаких не будет. И ситуация будет все больше усугубляться и все больше нагнетаться. Решением во все времена были, естественно, какие-то такие уже действия, которые смогли бы наполнить казну держав, восстановить экономику. То есть, это либо космическая гонка, либо холодная война, либо другие темы, которые мы на этом вебинаре не освещаем. Потому что Sky World Community и UniSky Stream Technologies всегда вне политики абсолютно. Хотя, конечно, политическая ситуация на развитие проекта любого сейчас повлияет в мире. Но, тем не менее, стоит подумать, о какой же направлении может восстановить действительно мировые экономики. И вот с виду кажется, что я вот говорю это постоянно, но под разным углом. На самом деле, я вот сейчас наблюдал очень много макроэкономистов, различных экономистов, политологов, слушал выступления. И, казалось бы, ранее тоже слышал их выступления, ну, такими урывками. Там ситуация не та была, чтобы погружаться вглубь, тратить на это время и анализировать. Они же тоже говорили раньше одно и то же. Ну, просто вот то, что они говорили, это наступило. И сейчас это происходит. Поэтому, вот то, что касается действительно исправления этой ситуации, это просто должно наступить. И как раз-таки первопроходцам формирование новой экономики в логике создания новой логистики, новых транспортно-инфраструктурных комплексов призвано, на мой взгляд, стать компанией UniSky Stream Technologies. Представьте, в каких условиях вообще представляется возможным сейчас работать компанией. То есть вот кто-то там может говорить, что я утрирую, но это действительно форс-мажор на форс-мажоре. И сейчас компания все равно продолжает свое развитие, получает сертификацию, строит транспортно-инфраструктурные комплексы. Более того, сейчас активно строятся уже грузовая и пассажирская тяжелые трассы. Хотя можно было как Virgin Hyperloop скорректировать и сказать, что тут как бы никто ни при чем. Давайте мы продемонстрируем, например, только какой-то вид пассажирских составов. Нет. Несмотря на то, что не какие-то инвестиционные компании, серьезные мировые, естественно, за неисполнение инвестиционных обязательств, я думаю, что и Hyperloop понесет какую-то ответственность. Но Анатолий Эдуардович всегда ответственный за то, что он делает. И первое желание по всем его интервью, это можно прочитать и проследить, его огромное желание именно реализовать наш продукт SkyWorld Community, то есть вернуть прибыль инвестиций, которые были вложены, выплатить дивиденды, либо кто-то будет забирать по условиям обратных выкупов, если желает, то есть тут решает каждый сам. И несмотря на все сейчас проблемы, сложности в мире, 2021 год был прикордным фактически по посещению делегации в 2022 году до окончания Экспо были многочисленные делегации самых разных стран, и в том числе страны, которые я перечислял, где сейчас происходят действительно народные волнения, и у них есть выход, у них есть шанс, чтобы все восстановилось в нормальное состояние привычной жизни для всех людей и для всего бизнеса, для всей политики их страны. Я думаю, что вы сейчас понимаете, почему Латинская Америка, почему Африка в виде делегации приезжали, потому что им нужно планировать, как выходить из той сложившейся ситуации, которая как снежный ком, как лавина, все увеличивается и увеличивается сегодня. И, казалось бы, Экспо 2020 подошла к завершению. Но, кстати, все желающие могут зайти на сайт и в виртуальном формате. Сейчас продолжает свое действие Экспо 2020. И там также стенд Unisky Stream Technologies представлен на белорусском павильоне виртуально. Ну, только там Unisky написано с ошибкой, но максимально оптимально было участие на супервыгодных условиях. Я не могу говорить платно, бесплатно, то есть не мне это судить, но максимально лучшим образом, как это могло произойти. В Киргизии недавно делегация была, было обсуждение на уровне правительства. Я думаю, сейчас уже в качестве рабочей группы прорабатываются какие-то направления проектов. И далее делегации, делегации, делегации. Вьетнам у нас был, и, казалось бы, делегации должны закончиться. Потому что Экспо же закончилось, и многие тролли говорили, да, у вас будут делегации, но пока будет Экспо. Но, несмотря на это, делегации продолжаются до сих пор. Потому что в апреле в Unisky Stream Technologies центр в Шарже приехали еще три делегации. Это уже после Руанды, и это доктор Рамзи Али Халаса, лидирующий производитель Стали, кстати, на минуточку, в Арабских Эмиратах. Возможно, это тоже неспроста было сотрудничество, потому что по мировой логистике, по морским путям сейчас сложно вообще как-то выполнять обязательства. по поставкам, потому что поставки не зависят ни от кого сейчас. То есть произойти может все, что угодно. Его заинтересованность была по поводу низкой стоимости строительства, экологичности, безопасности. Ну, и я предполагаю сотрудничество в конкретном направлении, которым занимается этот топ-менеджер, именно производство стали. Также Шайбан Мохаммед, Шайбан Аляси Альхмери. Это консалтинговая компания, Virtus Group. Тоже, я думаю, что это сотрудничество абсолютно пригодится. Нидерландская рекламная компания. Я думаю, тоже не только для того, чтобы посмотреть в логике демонстрации, но и в логике потенциального сотрудничества, потому что уже при таких заявлениях, что Unisky Stream Technologies сделала то, что не смогли сделать Virgin Hyperloop, и мировые рекламные агентства, маркетинговые агентства будут присоединяться с удовольствием к Unisky Stream Technologies. И Перу также присоединились. По Латинской Америке я вам показывал ситуацию, как вообще сейчас ментально ощущает себя народ, насколько мощные народные волнения. И здесь советник мэра муниципалитета Перу сообщил, что абсолютная готовность к развитию отношений с иностранными партнерами. Если говорить про строительство в центре Unisky Stream Technologies, все идет, я бы не сказал, что по плану, который был предначертан, даже в условиях пандемии, но в текущих условиях тоже происходят различные нюансы, и постпандемийные перетурбации, режим турбулентности раскачивает компания, некоторые компании-поставщики умирают и вынуждены уйти с рынка. Но, тем не менее, сейчас, я думаю, что уже бетонирование сделано, и опалубка устанавливается, идет этап армирования. Уже анкерной опоры грузопассажирской линии номер 2. То есть, что это значит? Это значит, что эта анкерная опора станет основой для транспортно-инфраструктурного комплекса, который сможет обеспечивать перевозки до 50 тысяч пассажиров в час и до 100 миллионов тонн груза в год. То есть, представьте, 100 миллионов тонн груза в год. Это огромное количество грузов. И, повторюсь, в свете текущей ситуации, это очень пригодилось бы. Но, к сожалению, сейчас пока что струны не проложены в мире. Компания только ступает на коммерческий уровень развития проектов. И предстоит еще определенная часть работы. Но, так или иначе, путевая структура, струнная, длиной 2,4 километра, будет установлена. И, как говорят в Юскай-транспорт, уже огромный сложный этап строительства запущен. Если говорить про новую публикацию в СМИ, также происходит взаимодействие и с русскоговорящим форматом специалистов. В издании международной выставки в белорусском издании была опубликована статья, экологичнее, чем Тесла Илона Маска. И тут я, кстати, хотел бы сделать определенное примечание по поводу Илона Маска. Пока не забыл. Вы наверняка все в курсе о сделке на более чем 40 миллиардов, 44 миллиарда, если не ошибаюсь, в Твиттер. И почему тогда Илон Маск, если такая уверенность есть в своих компаниях, не инвестирует эти деньги в развитие своих компаний, не реинвестирует, а приобретает Твиттер? Почему не создаются новые модели Тесла? И более того, почему допускается то, что инвесторы Тесла страдают, потому что акции Тесла, значит, нападают в цене? Значит ли это? Я просто предположу и просто давайте подумаем, что даже Илон Маск не делает сейчас такую серьезную ставку на электромобили, потому что программы электромобилей, которые расцветали, которые очень серьезно развивались. В 2020 году компания НИО и китайские серьезные государственные дотации были выделены на электромобили. И сейчас с ростом стоимости электроэнергии и вообще логистическими проблемами доставки элементов могут возникнуть и проблемы с стоимостью и вообще с рынком электромобилей. Значит ли это, что Илон Маск переключается с транспортной инфраструктурной отрасли на другие более диджитализированные отрасли? И почему? Естественно, если ответ «да», значит, у отрасли традиционных электромобилей просто нет перспективы. И поэтому, в принципе, только транспорт над землей, только абсолютно экономичный, экологичный транспорт, который будет максимально оптимальным, безопасным и дешевым в строительстве. Только подобные решения сейчас спасут. Спасут как вообще транспортную инфраструктурную отрасль, так и целые экономики мира. И вкратце, в конце я хотел бы подытожить, неоднократно мы охватывали идеологию 5D, это децифровизация, деиндустриализация, десоциализация, депопуляция, декарбонизация. То, куда толкает человечество кто-то. Но это явно происходит. Я вам приведу еще одну статью, причем вы видите источник скриншота, это не какие-то выдуманные сведения. И здесь я могу сказать, что я шокирован тем, что сбывается. Потому что эту статью я смотрел еще, ну, не помню точно, вроде бы в прошлом году, или даже в позапрошлом году. И здесь в швейцарском Credit Suisse подсчитали, как примерно должен будет жить европеец при развитой зеленой повестке, чтобы уложиться в выброс на одного человека 2,9 тонн СО2 в год. Эта норма установлена Парижским соглашением. Давайте посмотрим на душ 3 раза в неделю. То есть я про душ не говорил, но все вот эти вот перетурбации с энергоносителями, они на принятие душа имеют конкретное влияние. Машинная стирка тоже это сбывается. По еде, слава богу, пока не сбывается. Ну, посмотрим на путешествие. Один авиаперелет ежегодно, только эконом-классом, для тех, кого интересуют, например, бизнес-классы, 5000 километров ежегодного проезда на электрическом транспорте. И то 5000 километров, наверное, сейчас будет корректироваться в свете текущих событий. Это доказывает, что вот эти 5D уже сбываются в нашу с вами жизнь. И мотивация приобретает нематериальный фактор инвестиции потенциала рынка компании Skystream Technologies. Это не только для того, чтобы инвестировать в актив, который может пережить кризис, и немного таких активов, на самом деле. Может быть, криптовалюта. Неизвестно, что с недвижимостью будет, если кризис расцветет, так скажем. Неизвестно, что будет с драгметаллами. И криптовалюта достаточно волатильная. Если будет S&P падать, рейтинг 500 самых сильных компаний США, то и крипта будет падать. То есть должен быть актив, в котором можно будет пережить этот кризис. Даже пока что речь не об получении прибыли. То есть пережить бы именно вот эту экономическую угрозу, действительно экономический коллапс, выплыть на ковчеги. И вторая нематериальная мотивация, я вижу, это действительно повышение качества жизни. Повышение качества жизни любого человека. Чтобы элементарно стоимость энергоносителей вернулось на нормальные значения. И здесь просто нужно меньше энергии потреблять. И вся инфраструктура, домохозяйств тоже должна измениться. Соответственно, многие вещи будут по аналогии как в экодоме. Все это придумано, вплоть до того, что не понадобится канализация. Сейчас я не могу утверждать, что это прямо 100% инженерное решение. Я не углублялся в него. Но придет время, я думаю, что мы все с вами рассмотрим подобные инженерные решения. То есть здесь мы влияем не только на сохранение планеты в целом в плане экологии, на сохранение экономики и на сохранение просто нормального качества жизни для нас, наших внуков и будущих поколений. Потому что сейчас экологическая повестка дня навсегда стояла. Для этого в том числе было введено Парижское соглашение. Можно с ним спорить. У меня есть определенные сомнения, но стремительное ухудшение качества жизни человека, вот именно вообще всех, вот такого на самом деле я не ожидал. И меня лично это мотивирует сейчас поддерживать проект. Так скажем, воздастся далее уже после того, как компания будет вступать уже на коммерческий рынок. Я думаю, даже вступая сейчас на коммерческий рынок, потенциально компания может развиваясь одновременно по планете в виде новых коммерческих направлений, применений, проектов, пережить этот кризис и еще во время этапа перехода от старой экономики к новой обеспечить инвесторов теми условиями, которые все ожидают. Это мое мнение. Я это могу только предположить. Я не знаю наверняка, но те аналогии, которые я вам привел в этом вебинаре, они заставляют об этом задуматься. Поэтому, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Я искренне надеюсь, что много очень людей задумаются именно насчет нематериальной мотивации поддерживать проект, потому что не так много спасательных кругов осталось, которые смогут вытащить мировую экономику и позволить свернуть от того тупика, на который весь мир несется с огромной скоростью. Благодарю вас за внимание. С вами Алексей Скудой. И буквально на один-два вопроса я отвечу. Будем завершать, так как у меня после вебинара сразу где-то три встречи. Слава богу, что онлайн по зуму современные реалии позволяют это сделать. Так, смотрю вебинар в YouTube. Возможно, и Саудовский принц передумал копать под землей инфраструктуру в своем линейном городе, просто увидев альтернативу в струнном транспорте. Юрий говорит, возможно, не исключено, но утверждать не могу, так как делаю заявления и какие-то... такие прямо железобетонные утверждения, только на основе фактов, которые имеются в своих вебинарах. Лучше перевести двигатель на биотопливо. Тоже имеет место быть. Так, какие у нас вопросы есть у зрителей в Мерополисе? Ну, я думаю, какие-то другие вопросы, если появятся, то задавайте в комментариях под вебинаром. Я с удовольствием ознакомлюсь, прочитаю и отвечу уже на следующих вебинарах. Всем счастливо, мы создаем будущее финансируемого в SkyWorld Community. Всем доброго дня и до скорых встреч. Кстати, следующий вебинар, возможно, пройдет не по расписанию, предупредим заранее, но, возможно, по расписанию. Точно сейчас сказать не готов. Счастливо.